Эжен Анри Поль Гоген Бабушкой Гогена была известная Флора Тристан, писательница, феминистка, боровшаяся за права женщин. Осенний пейзаж Один из первых пейзажей, написанных Гогеном в 1871 году. Сейчас находится в частной коллекции. Отец Поля участвовал в неудавшемся антимонархическом перевороте 1849 года. Опасаясь преследования властей, вместе с семьей он решает перебраться к родственникам жены и открыть там собственный журнал. Но на судне, направляющемся в Южную Америку, он умирает от сердечного приступа. Лесная тропинка, 1873 год До семи лет маленький Поль воспитывался в семье матери в Перу. В 1855 году он с матерью возвращается во Францию и начинает посещать семинарию в предместе Орлеана, где учился весьма успешно. Два варианта картины «В лесу Сен-Клу». Обе находятся в частных коллекциях. В своих мемуарах Гоген писал об учебе в семинарии. Убежден, что на меня оно подействовало весьма благотворно. Думаю, именно там еще в детстве я научился ненавидеть лицемерие. Показную добродетель, доносительство, не доверять тому, что противоречило моим инстинктам, моему сердцу и разуму. Две картины с одинаковым названием «Поляна». Первая находится в Музее изящных искусств Орлеани во Франции, вторая в частной коллекции. Мать художника, Алина, в то время находилась в Париже. Она продала имущество свекра и открыла швейную мастерскую. Разлука с ней дала понять Полю, что детство его закончилось, он впервые ощутил одиночество. Работа на земле Из музея Фитсуильяма, Кембридж, Великобритания В 1862 году, когда Полю исполнилось 14 лет, он возвращается в Париж и готовится поступить в мореходное училище. Провалив экзамены, в 1865 нанимается в плавание в качестве курсанта. До 1871 года он постоянно будет находиться в плавании по всему свету. Две картины. Дерево во дворе фермы 1874 года, обе находятся в частных коллекциях. В 1861 году Алина познакомилась с богатым биржевым маклером Гюстава Мороза, коллекционировавшим произведения современных художников. Это и стало главным фактором в увлечении Гогена живописью. Две картины. Дома в сельской местности. Обе находятся в частных коллекциях. Находясь в Индии, Гоген узнает о смерти матери, которая, чувствуя, что ее здоровье ухудшается, назначила Ароза опекуном своих детей. По прибытии в Париж в 1872 году, благодаря рекомендации, опекуна Поль получает должность биржевого брокера. Пейзаж из Верафлея написан в 1875 году, сейчас находится в новой глиптотеке Карлсберга, Копенгаген, Дания. Бывая в доме Ароза, Гоген не переставал восхищаться богатыми коллекциями живописи и керамики. Ему приходится признать, он совершил ошибку, выбрав профессию моряка. Пейзаж с тополями из художественного музея Индианаполиса, США. Тяга к живописи и успех на бирже способствуют желанию начать коллекционировать картины. Гогену нравилось ходить на выставки, приобретать произведения современных импрессионистов. Картина «Загородный пейзаж с растениями. Частная коллекция». В начале 1973 года художник хотел жениться, но его невеста-датчанка на все лето уехала к родителям. Скучая без нее, он все свое свободное время проводит за Мольбертом и небезуспешно. Невеста, а впоследствии жена, Мете София Гатт, была крупной женщиной, любила носить мужские костюмы, не отказывала себе в удовольствиях, главенствовала в семье. Две картины. Порт Джавеля. Первая из музея Бойманса, Ван Бёнингена, Роттердам, Нидерланды. Вторая из частной коллекции. Поль произвел на нее впечатление состоятельного человека, умеющего зарабатывать деньги. Он. Видел в ней надежного и практичного спутника жизни. Они поженились 22 ноября 1873 года. Побережье Балинже. С 15 апреля по 15 мая 1874 года проходила первая выставка импрессионистов. Думается, что Гоген посетил ее, так как страсть к рисованию возрастала все больше. Картина «Берег реки. Частная коллекция». С 1873-1874 года появляются его первые пейзажи. Гоген изображает поляны, поля, деревья. Несколько картин посвящены Сене и ее мостам. Сена напротив пристани Де Пасси. Частная коллекция. Сена в Париже. Частная коллекция. Сена у Понда и Йена. Музей Арсе, Париж, Франция. Манера написания очень напоминает манеру Йохана Бартольда Йонгкенда. Первые картины Гогена написаны в классическом импрессионистском стиле. Художник старается передать точность объектов в их натуральных цветах. Порт Гринелли. Частная коллекция. Фабрики Келла и Набережная Гринель. Музей Вольрафа Рихардса, Кёльн, Германия. Угольные фабрики и Набережная Гринелли. Частная коллекция. 6 февраля 2008 года эта картина была продана на аукционе Сотбис за 102 500 фунтов стерлингов. Впервые Поль Гоген будет выставлен в салоне 1876 года. Его пейзажи бретонских деревень передают все очарования маленьких живописных деревушек Франции. Гуси на ферме. Частная коллекция. Стога сена. Частная коллекция. На полотне изображено лето. Во всей картине чувствуется движение. В дуновении ветра. В полете облаков. В расположении сена в стогах. Деревенский путь. Частное собрание. 15 ноября 2017 года продано на аукционе Сотбис за 915 000 долларов. Сельская церковь. Частное собрание. 4 ноября 2009 года продано на аукционе Кристис за 194 500 долларов. В 1877 году Гоген с семьей переехал в район Вожерар, более похожий на деревню. В то время у него было уже двое детей, Эмиль и Алина, названные в честь матери Гогена. Рыночные сады Вожерара. Художественный музей колледжа Смита, Нортгемптон, США. Церковь Вожерара. Музей Грунинге, Брюге. Только эту картину критики назвали интересной на выставке импрессионистов 1882 года. Дома в Вожераре, Израильский музей и Иерусалим, Израиль. На этих картинах размытость, свойственная Гогена уменьшается, цветовая палитра все еще близка к натуральной. Берега Оазы. Частная коллекция. Гоген знакомится с художником-импрессионистом Камилем Писаро. Вероятно, Писаро предложил ему, чтобы приобрести что-нибудь из его полотен. Известно, что в 1878 году Гюстафа Роза купил три картины Писаро. А с Гогеном они становятся друзьями, Поль помогал ему продавать его картины. Мельница королевы. Глиптотека Карлсберга в Нью-Йорке, Копенгаген, Дания. Писаро становится наставником для многих начинающих художников, работавших в академическом стиле. Поль берет уроки у Камиля, анализирует его картины, тщательно продумывает композицию своих полотен, осваивает живописные приемы. Во многом его живопись становится похожей на стиль Писаро. Пруд с утками. Частная коллекция. Жена Мете. Пока дела на бирже шли, хорошо было не против увлечения мужа. Поль проводил выходные в гостях у учителя и друга Камиля Писаро в Пантуазе. Там он много пишет сельских пейзажей. Сад Писаро. Частная коллекция. Смотря на картину, складывается впечатление, что художник рисовал ее с пригорка. А внизу под зонтиком, вероятно, сам Камиль Писаро, работающий над своим полотном. Угол сада. Улица Корсель. Частная коллекция. В каждом мазке кисти ощущается волнение природы. Голубая баржа. Художественный музей Лоу. Корал Гейбл, США. Гоген работает над глубиной и структурой композиции. Именно тогда он становится художником-профессионалом. Яблони. Художественный музей Филадельфии, Филадельфия, США. Оптимистичная и жизнерадостная картина. Можно буквально на себе ощутить тепло от ярких солнечных лучей. В центре полотна раскидистые яблони, тени от которых занимают большую часть картины и хорошо контрастируют с солнечным светом. За деревьями тянутся бесконечные поля, на которых работают местные жители. Весна вступает в свои права, приближая цветение яблонь. Козья тропка. Частная коллекция. Ландшафт местности здесь меняется несколько раз, и на каждом из них мазки имеют свое направление, поэтому пейзаж выглядит подвижным. Шахта в скале, Кунстхаус, Цурих, Швейцария. Небольшие мазки здесь создают мерцание. Гоген акцентирует свое внимание на жизни природы, спокойной и размеренной. Две картины карьеры в пантуазе. Первая находится в частной коллекции, а вторая в Национальной галерее Канады Оттава, Канада. Палитра художника наполнена зелеными, синими и оранжевыми цветами. Вход в деревню Осни, Музей изящных искусств, Бостон, США. Эволюция Гогена как художника происходила постепенно. Писаро знакомит Поле с другими художниками-импрессионистами. Его приглашают участвовать в выставках импрессионистов с начала 1879 года. Он принимал участие в них до 1883 года. Много пейзажей написано Гогеном в окрестностях Осни. Ручей во Сни, частная коллекция. Тополя Осни. Новая глиптотека Карлсберга Копенгаген, Дания. Ферма Груэ. Осни. Частная коллекция, 12 ноября 2019 года, продана на аукционе Кристис за 300 тысяч долларов. Ферма Бусани. Осни. Художественный музей Рот-Айлендской школы дизайна Провиденс, США. Ферма. Осни. Частная коллекция. Осни. Ворота фермы Бусани. В 1882 году фондовый рынок рухнул, и материальное положение Гогена резко ухудшилось. Брокерская работа не приносила больше хороших доходов. В этом он видит знак и хочет полностью посвятить себя живописи. Две коровы на лугу. Из частной коллекции. 9 мая 2013 года, продана на аукционе Кристис за 423 тысячи 750 долларов. Поль делится в письме своими намерениями. Я не могу одновременно продолжать свою финансовую карьеру и оставаться при этом художником-любителем. Я вбил себе в голову, что стану именно художником. Как только горизонт прояснится и я смогу зарабатывать себе на жизнь искусством, займусь живописью вплотную. Но самое главное, что меня бесит больше всего, так это наша разобщенность, которая является причиной всех неудач. С 1883 года у импрессионистов больше не было общей выставки. Дети художника. Тупик Малерна. Частная коллекция. Отзыв на его выставку 1882 года был жесток. Увы, господин Гоген не сделал успехов. На этот раз ничего стоящего. Но Гоген не отчаивался, он не сомневался в своем творчестве, считая, что препятствием для продажи картин является отсутствие общей выставки, которая способна создать нужный эффект. На самом же деле импрессионисты, выходящие за рамки академического стиля, не поощрялись современными критиками, а следовательно и отсутствовал к ним интерес и у коллекционеров. Дорога вверх. Собрание фонда Эмиля Бюрле, Цюрих, Швейцария. В следующем письме к писаро-художник пишет. Признаюсь, что впал в глубокую меланхолию. Как подумаю, что в январе у меня родится еще один ребенок, а я без места. Заброшенная улочка. Частная коллекция. В 1883-м у Гогена уже пятеро детей. Эмиль Алина, Клавис, Жанри, Нейполь. В свидетельстве о рождении последнего своей профессии он указывает художник. Лук и деревья. Частная коллекция. Писаро уезжает в Руан, потому что жизнь в провинции была гораздо дешевле. Гоген прекращает работать на бирже и следует с семьей за ним. Здесь он проводит почти год и пишет около 40 картин, изображая виды Руана и его окрестностей. Близ Руана. Частное собрание. 5 мая 2010 года продано на аукционе Судбис за 2 миллиона 322 тысячи 500 долларов. Еще одна картина с таким же названием в музее Вальрафа Рихардса, Кельн, Германия. Вид на сад Руан. Портлендский художественный музей, Портленд, США. Переходы между оттенками цветов на этих картинах очень гармоничны. Улица в Руане. Музей Тисона Барнемисы, Мадрид, Испания. От картины веет спокойствием тихой улочки и теплом солнечного дня. В палитре приятные для глаз теплые натуральные оттенки. Дороги в Руане представляют собой глинистое покрытие. Для их изображения художник использует бежево-коричневый цвет. Деревенская улица. Руан. Частная коллекция. Здесь совершенно другое настроение у пейзажа. Раннее утро. Люди тепло одеты, бредут по своим повседневным делам. Фигура в черном в центре кажется дорисованной позже. Такой прием художник практиковал довольно часто. Цвета на картине более грубые и мрачные. Ощущается усталость и грусть. Улица Жувене в Руане. Музей Тисона Барнемисы, Мадрид, Испания. На этой улице поселился Гоген. Она опускается сначала вниз, а потом опять поднимается к горизонту. Ближе к нам, то есть к центру, находятся более высокие дома с довольно сложной архитектурой. В сторону леса же тянутся низкие одноэтажные строения. На переднем плане улица более оживленная. Наполнена людьми. Здесь мы видим солдата в форме. Двух женщин. Собачку. Прекрасно контрастирует тени домов и солнечный свет в проемах пересеченных улиц. Пригород Руана. Частная коллекция. Укромный уголок французской провинции. Среди высоких деревьев и густой зелени в овраге, и за ним расположены небольшие домики. Вечереет и на небе, траве и стенах домов присутствуют желтые блики. К тому же дело идет к осени, и краски полотна более яркие и темные. Нотр-Дам-де-Аньес. Частная коллекция. Польгоген узнаваем по манере написания картин тонкими прерывистыми мазками и изобилием естественных цветов. Корова на лугу. Руан. Частная коллекция. В это время отношения между Гогеном и Писаро начинают портиться. Гоген считал, что на пейзажах можно и нужно зарабатывать. Это и понятно, ему нужно было кормить свою многочисленную семью. Писаро отпугивало и вызывало отвращение. Такая мания к деньгам он считал поле отъявленным торгашом. Сено в Руане. Частная коллекция. Но картины плохо продавались, сложно было содержать большую семью. Богатые руанцы не спешили приобретать картины художника, еще одна несбывшаяся надежда. Руан, церковь Сен-Уэн. Частное собрание. 9 мая 2013 года продано на аукционе Кристис за 783 750 долларов. Отсутствие денег приводило к частым ссорам с женой. Художник писал, что жена стала просто невыносима, все ей плохо, будущее видит в черном цвете. Надо признать, что так оно и есть, ибо после всех расходов в декабре, а также из-за переезда и обустройства, мой небольшой резервный фонд сильно истощился. И в нем осталось денег от силы месяцев на шесть. Так что необходимо сделать все возможное, чтобы поскорее разобраться с живописью. По этому поводу моя сестра и многие другие постоянно накручивают жену. Мол, у меня нет ни на грош таланта и все такое. Руан, весна. Частная коллекция. Метегоген выходила замуж за респектабельного брокера, который должен был сделать ее богатой и ни в чем не нуждающейся, оказалась женой бедного художника, тянувшего ее и пятерых детей на нищенское дно. Ни тот, ни другая не хотели приспосабливаться к новым обстоятельствам, вызванным финансовым кризисом, продолжая грезить своими страстями. Заброшенный сад в Руане. Частная коллекция. Все на этом полотне. Забор, деревья, земля, время года, говорит об паре увядания. Голубые крыши Руана. Частная коллекция. Ракурс изображения таков, что плотно друг к другу расположенные дома, занимают почти все полотно, немного пространства достается небу и дороге. Глубокий и приятный сине-голубой цвет покрывает крыши домов этого места. В сочетании с густыми и тяжелыми облаками он передает наступающий холод осени. Люди, изображенные на первом плане, оживляют картину, указывая на размеренный ход жизни в этом пригороде. Деревья вдоль дороги. Руан. Новая глиптотека Карлсберга. Копенгаген, Дания. Когда деньги в семье окончательно закончились, Метэ с дочерью Алиной и самым маленьким полем уезжают в Данию к своей семье. Остальные дети остаются с Гогеном и няней. Возвращение со сбора урожая. Музей Вальра Фарихардса, Кёльн, Германия. Через несколько месяцев он приезжает к жене в Копенгаген. Там ему пришлось работать продавцом брезента, но у него это плохо получалось. Деловую жилку у Гогена сместила самая большая страсть его жизни – живопись. Пруд. Частная коллекция. Художник писал, глубоко ненавижу Данию, ее климат, самих датчан. После солнечной Франции Дания оказалась ему холодной, как и строгие датчане были холодны к эмоциональному и чувственному французу. Скалавля Буиль. Частная коллекция. Жена поселила мужа со всеми его инструментами на чердаке, так как гостиная нужна была ей самой для уроков французского. В это время он пишет картину «Парк Астервальд, Копенгаген». Сейчас она находится в художественной галерее музея Келвингроуф, Глазго, Великобритания. Организованная Гогеном в Копенгагене выставка закончилась через пять дней полным провалом. Суровые лютеране, во главу угла ставящие строгий порядок, отвергли его. Фигуристы в Фрёдериксбергских садах, новая глиптотека Карлсберга, Копенгаген, Дания. В письме к писару он признается. Каждый день спрашиваю себя, не пора ли отправиться на чердак и накинуть себе на шею веревку. Удерживает только живопись. Жена домашняя, да и все вокруг винят меня во всех грехах из-за проклятой живописи, постоянно твердят, что, мол, стыдно не уметь заработать себе на жизнь. Но не в силах человеческих служить двум богам, вот я способен делать только одно – рисовать. Все остальное отупляет меня. Мне не на что купить краски, поэтому приходится рисовать карандашом. Получается дешевле. К тому же немецкие краски, которые здесь продают, омерзительны. Склон холма. Частная коллекция. В Дании Гоген находился на грани эмоциональной пропасти, но, вернувшись в Париж вместе с сыном Клависом, положение его не стало лучше. Теперь его ждала крайняя нищета. Из 20 сантимов еду мы брали в кредит. Совершенно отчаявшись, я решил устроиться на работу в рекламное агентство при вокзалах расклейщика Мафиш. Ивы. Частное собрание. 3 мая 2011 года продано на аукционе Сотбис за 900-2500 долларов. Мете подавлено. Муж расклейщик Афиш. На Гоге насыпется бесконечный поток упреков, до чего он докатился. Лесистая тропа. Музей изящных искусств Бостон. Клавису нужен свежий воздух и хорошее питание. Отец отправляет его в пригородный пансион. Позже Поль пишет. Кажется, здоров. Я так и не решился навестить его, поскольку у меня нет денег, чтобы оплатить его содержание за следующий месяц. Побережье в Депе. Новая глиптотека Карлсберга, Копенгаген, Дания. Художник живет в глуши, в местечке под названием Деп и много пишет. Синокос близ Депа. Национальный музей изобразительных искусств Алжира. Сцена гавани. Деп. Манчестерская художественная галерея Манчестер, Великобритания. Утес близ Депа. Частная коллекция. Опушка леса. Музей Крюллер-Мюллер от Эрло Нидерланды. Одинокая фигура бродит среди высоких деревьев. Напоминает Гогена, одинокого и всеми отвергнутого. Аналогичный сюжет и на картине тропинка в Буковой роще из художественного музея Арау в Швейцарии. Голые деревья. Частная коллекция. Холодные оттенки дают прохладу осени. Пейзаж с лежащей женщиной. Частная коллекция. Довольно часто на пейзажах Гогена человеческие фигуры изображены вдалеке, нечетко и едва угадываются. Женщину, лежащую в густой траве под сухим деревом, мы можем различить по яркому платью. Вот и на картине сату церкви Биорель девочку, лежащую в траве, не сразу заметишь. Мальчику воды. Частная коллекция. Излюбленным объектом для пейзажей были для Гогена деревенские животные. Три коровы. Вентертурский художественный музей Вентертур Швейцария. Водопой. Частная коллекция. Коровы и лошадь на лугу. Частное собрание. 6 мая 2009 года продано на аукционе Сотбис за 422 500 долларов. Коровы на водопое. Галерея современного искусства Милан, Италия. Отдыхающие коровы. Музей Бойманса, Ван Бёнингена, Роттердам, Нидерланды. Курятник. Частная коллекция. Гуси на лугу. Портлендский художественный музей, Портланд, США. Белый дом. Частное собрание. 4 февраля 2014 года продано на аукционе Кристис за 1 314 500 фунтов стерлингов. Две картины. Конюшня возле Депа, обе в частных коллекциях. Первая была продана 20 июня 2007 года на аукционе Сотбис за 378 400 фунтов стерлингов. Вторая, 11 ноября 2019 года, продана на аукционе Кристис за 795 000 долларов. Край леса. Частная коллекция. В возвращении в Париж художник принимает участие в возобновившейся совместной выставке импрессионистов. Он выставляет 19 картин, в основном работы Депа, Руана и Копенгагена. Они не имели особого успеха. Гоген очень подавлен и разочарован. Путь отца Жана. Музей Мухаммеда Махмуда Халиля, Эль Гиза, Египет. У ручья. Осень. Частная коллекция. Пейзаж показывает нам яркие осенние краски, разные оттенки. Теплота растительности уравновешивается с холодными цветами неба и крыш. Небо заполнено серыми тяжелыми облаками. Пейзаж с красной крышей. Базельский художественный музей Швейцария. На одном только аукционе Сотбис с 2003 года по 2015 год было продано более ста произведений Поля Гогена. И большая часть из них – импрессионистские пейзажи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok